приветики купила себе такой вот вентилятор напольный и сейчас мы его будем открывать скарлетт климатическая техника заботится о вас в общем все круто просто и надежно он так вот он сам выглядит техника стопроцентного комфорта так напольный вентилятор сбоку у нас что скарлетт три режима три скорости вот работа в фиксированном положении с поворотом на 90 градусов и ночная подсветка то есть его функция это 47 метров лопасти 90 градусов это у нас 90 градусов поворот и наклон из плюс ночная подсветка такая вот коробка сверху просто написано скарлетт напольный вентилятор с этой стороны тоже самое с этой стороны технические характеристики высококачественная защитная сетка три скорости регулируемый накрыла лака наклон работа фиксированном положении регулировка высоты и ночная подсветка на думаю она не нужна хотя не знаю надо посмотреть как она светит цвет белый дальше тоже самое только на английском 45 бат мощность так что у нас тут такой изготовителя для для бытового применения ясненько а снизу а снизу а здесь содержимое типа или что вентилятор а нет а нет что они то есть просто описание нужно на других языках и так сейчас мы откроем так и тут еще это у нас получается что у нас получается мужик нам пока что больше не нужен внутри у нас имеется такой вот вентилятор и все это надо собрать типа как конструктор лего сама крыльчатка получается так здесь через сильно много всего так что здесь написано внимание поисленные пакеты могут быть опасно и опасно задохнуться даже для детей так типа они что оденут на голову и будет сидеть пока не задохнуть сейчас мы разрежем так но я не разрезал а разорвал так что нормально тоже пойдет вот она убираем пакетом пока что туда он нам не нужен пока так 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 это получается у нас а и здесь две две штуки и лопасть и надо это все открыть получается оно тут завязано оно тут завязано оно накрыто одна получается сторона вот так а вторая сторона вот она и мы ее развязываем проволочку все теперь у нас две штуки такие и сам вентилятор ну и лопать крыльчатка лопасти есть так как достать их отсюда что-то оно не хочет но вовсе это тоже не надо так теперь хоть бы инструкцию какого инструкция руководство по эксплуатации напольный вентилятор так хорошо сейчас посмотрим так 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 сейчас мы откроем посмотрим это у нас что получается а мне кажется еще страничка есть надо взглянуть где она там есть где это мне то какая страница 3 а у нас как раз страница уже 5 даже так вот вот она так здесь какое-то описание есть это что такое передняя защитная сетка фиксаторы сети гайка крепление лопастей лопасти так это здесь описывается сюда типа что все собой представляет ну в принципе понятно но вот эту штуку надевается вот это к ним к ней все это крепится так вот одевается ну хотя и не сильно то и понятно на самом деле руководство по эксплуатации меры безопасности так внимательно прочитайте руководство так так не используйте устройство в ванных комнатах и около воды сборка вентилятора длится закуляция воздуха в помещении убедитесь что комплект поставки полный комплектация не повреждена к электросети предварительно полностью не собрав его работа работа ага ночная подсветка средняя максимальная очистка и уход так ну в принципе все понятно что у нас тут а это уже другой язык окей значит мы пока что ставим так так оставим и будем собирать этот пакет нам тоже уже не нужен вот он на нем тоже что-то написано было а пропалийтилен то же самое пропалийтилен так и теперь что получается а это что такое а это крышка верхняя то есть я примерно помню как он выглядит обычно так что по инструкции ну как-то оно все так слишком сложно разрисовано так ну здесь уже ничего не написано потому что на себя его вряд ли кто-то сможет одеть вот вот поэтому мы будем собирать так здесь тоже хотя это можно пока что не раскручивать зачем это что такое а это типа ножки понятно так ну и вот сама сама подставка так надо ее распакрывать получается с какой стороны вот здесь оно все запихано так а это что такое палочка да то есть надо разложить все по мере по мере надобности это сюда так чехол убрать от телефона или пускай лежит где-нибудь рядом так по мере необходимости все надо это брать так сначала нам нужно сделать ножки наверно и как их вот так наверно так ступ что-то как-то тут странно все как их соединить а что нам пишут там еще круг какой-то нарисован а здесь не круг здесь такие прикрестия так сейчас посмотрим все я понял как это делается на эту штуку мы берем и ставим вот эту штуку но чтобы она оделась потому что она так сразу не залазит мы берем и чутко сдавливаем ее то есть чтобы вот эта штука она зашла то есть мы это одеваем а она не хочет одеваться ну то есть вот ложим так и нажимаем вот все на эту штуку просто нажимаем и она заходит вот она типа зашла нам вроде бы почти полностью сверху я так понимаю вот эту штуку одеваем правда сюда надо вставить вот это наверное это нам не надо а еще перекрутить надо получается то есть вот так отвертка а если нету отвертки например так ну в общем понятно надо прикрутить и ножки вставить вот эти так сейчас прикрутим ну получается что они здесь не сильно зажаты можно даже вот пальцем начать крутить но это долго и неудобно поэтому мы все таки сделаем это отверткой так откручиваем болтики и сейчас будем прикручивать эту самую штуку так а вот здесь уже надо будет придерживать все поэтому надо немножко ну хоть несколько закрутить и так вот я закрутил уже но правда сразу не хотел крутиться кое-как попало туда я начал закручивать закрутилось правда еще здесь когда здесь и здесь закрутилось сначала здесь закрутил потом здесь а здесь оно смущено было но я не до конца здесь зажал поправил и теперь уже зажал везде а теперь надо надеть вот эту штуку наверх так она не налазит Поэтому мы скручиваем вот эту штуку, одеваем вот эту штуку, закрываем вот эту всю нашу красоту и, я так понимаю, назад закручиваем. Так, теперь надо как-то это все одеть сюда, я так понимаю. Ага, для этого нам нужно, получается, вот он сам, мотор. Вот это ночник, я так понимаю, это скорости, вращение, здесь мы зажмем вот эту вот палку, сама вот эта штука регулирует наклон, то есть выше, будет он наклоны выше-ниже, это вращение регулирует так, и все, можно одевать, в принципе. Ну вот, в принципе, и все. Одевается на эту штуку, вот эта штука зажимается, а вот эта вот штука, палочка сама регулируется гаечкой, то есть мы выдвинули на нужное расстояние и гаечку поджали. Ну, то есть поджимаем гаечку и все, вот оно остановилось. И оно уже почти готово. Убираем вот эту вот штуку, она нам тоже не нужна больше. Так. И получается, вот он наш вентилятор. Такой красивый, большой. Остается надеть сюда, сюда надеть крыльчатку нашу. Тоже довольно-таки непростое занятие, мне так кажется. Так, хотя можно снять, в принципе, и одеть отдельно. Так. Снять и одеть отдельно, то есть вот здесь. Сначала, я так понимаю, одна из этих штук надевается. Вот эта, да, она сзади, потому что. А затем наверх все остальное. Блин, а тут такая заморочка. Обычно же в эту сторону откручивается. Если я жму, свисел, оно не открывается. А здесь в эту сторону, то есть, как обычно закручиваешь, здесь в эту сторону откручивается. То есть, таким вот образом. Потом снимается вот это, я так понимаю. Вот это уже в нормальную сторону откручивается. Наверх. Одевается. Вот эта штука, видимо. Как он тут правильно. Сейчас посмотрим. Ну, видимо, вот так вот. На эти штырьки, чтобы оно попало. Но дальше закручиваем. Чтобы оно не ушло никуда. Так, все, я надел, закрутил. Это уже сразу вылезло получше после закрутки. Теперь лопасти. Я так понимаю, что не этой стороны. А именно... Здесь как раз прорезь есть. Под эту вот штуку. Под эту вот штуку. Вот она. И мы на нее одеваем. Так, чтобы оно попало там. И оно попало. Ну, вон она уже. А нет, не попало. Тогда надо здесь, чтобы попало. Вот. Теперь попало уже все. И после этого берем нашу штуку и закручиваем в обратную сторону. Вот таким вот макаром. Макаров, если все часто что-то вспоминают. Хороший мужик, наверное, был. Или есть. Кто его знает. Так, я что-то вот в эту сторону. Ну, все. Оно закручено одето. Осталось одеть вот эту штуку наверх. И закрепить вот этими вот штуками друг об другом. Ну, вот оно как бы, блин, здесь плохо видно. Ну, в общем, вот этими штуками зацепиться друг за другом. То есть, как-то вот так вот и по кругу так вот пройтись. Мне нужно зацепиться. Хотя, тут обратил внимание, тут отверстие есть. А здесь есть болтик. И нам, получается, нужно болтиком это отверстие вставить. А все остальное вот это вот уже по кругу зажать. Это будет, ну, как бы от этого все отходить. Блин, жесть. На самом деле, я вот сейчас вот этот болтик мне, чтобы его раскушать, открутить. Понадобились отвертки и плоскогубцы, потому что руками он не крутится. Она так была, эта гайка сильно зажата, что пришлось плоскогубцы сами держать гайку, потому что ключами такого нету, отверткой крутить. А вот эти штуки, я не знал, что они двигаются. Я сначала пытался как-то так их вставить, а оказывается, они просто отодвигаются. То есть, можно сделать вот так. То есть, сначала вставляем сюда болтик, зажимаем его. Ну, не зажимаем, просто закручиваем, чтобы оно уже держалось как-то. Все остальные штуки по кругу открываем, соединяем вместе и закрываем. Ну, то есть, вот так вот. И все, и оно держится. И в итоге у нас полностью собрана уже верхняя часть. Вот она как бы. Эти штуки по кругу открываем. Ну, я не открывал, я просто вставил и прижал. А вот эта уже, она уже была внутри, получается, не хотела. Я открыл, ну, и зажал. Как бы, ну, то есть, все продумано как бы. Вот. Теперь надо наверх поставить. То есть, у нас уже все готово. Потому что, скрипит даже как-то страшно. Чтобы не сломалось. Так, вот она, наша вентиляторина. Так, берем и зажимаем здесь. Чтобы оно от нас не ушло куда подальше. Ну, и в принципе, вот оно все готово. Так, вот он наш вентик. Довольно-таки большой. Так, сейчас надо ножки вставить. И вот эту штуку поставить туда наверх. То есть, мы берем и ставим сюда вот эту штуку. Самое интересное, что, чтобы эту штуку поставить, нужны болтики и какая-то... То есть, мы вот вставим так вот. И оно не держится. Ну, то есть, трихание, оно упадет. То есть, нужно, чтобы с той стороны была какая-то такая штука. Типа, какой-нибудь с кружочкой и болтик. То есть, пока оно разобрано с этой стороны получается, мы туда вставляем, налаживаем вот эту штуку кругленькую, допустим. Чтобы она не ушла, потому что болтик, он же выскричит через эти через эти дырочки сам вылезет. Вставляем, что-то, что зацепится за дырочки, болтиком закручен. А этого здесь нет. Здесь все, что есть, это вот эти штуки-подножки, которые можно вставить сюда. А самого болтиков, которые можно закрутить, нет. То есть, ты сам должен их найти, придумать. Инструкция была, как бы, все, что было, есть, как бы. Ну вот, вот оно как бы. Все, что было. А где, чем зажать, блин, это уже сам цепар додумывай. Капец. Ножки тоже вставляются, ну получается, вот ножка. И она просто, просто получается, вот, вставляется таким вот образом. Вставляется, потом это зажимается, штука. Вот эта штука зажимается, вот эта вот, где-то додавливается, как бы. Вот, все, типа, она вставлена. То есть, ну и что, то есть, ее задень легко, мне кажется, она вылетит сразу. То есть, ну такое, не очень удобное. Ну то есть, у нас про практически комплект. Кроме, нету, нету вот, чем зажать вот эту штуку. Нужно самому, надо пойти, надо пойти в магазин спросить, а где, чем зажать, алло. Или, типа, или, типа, можно и без этой штуки, пользоваться. в принципе, можно, блин, все-таки, с ней было бы красивее, мне кажется. Вот, такие вот дела получаются. Ну, все, собран, готов. Единственное, что, нечем, выглядеть он должен вот так, как бы, вот так он должен выглядеть. Ну, в общем, вот он собран, получается, ножки, вот эти палочки, штука закрыта, потом, ножка, которая выдвигается, сам, сама, сам управляющий блок, моторчик, и лопасти. А здесь должна стоять вот эта вот штука, что в комплекте просто не было ни болтиков, которые можно сюда вставить и зажать, ни никаких других держалок. Потому что, болтик, он же маленький, если его закрутить, он просто выскочит, надо же, какие-то держалки внутри, чтобы были. в общем, не комплект, получается, надо пойти в магазин и узнать, где, где. Потому что, ну, типа, они там скрывали, при мне, при мне вскрывали и доставали вот эту штуку, проверяли, типа, что она работает. И, может быть, выронили, выронили, как бы, болтики, вот, поэтому надо будет узнать. То есть, они вскрывали, нажимали все скорости, что все крутится, все работает, вот эту штуку, нажимали, типа, проверяли. Вот, ну, и, в общем, видимо что когда проверяли выронили болтики такие дела надо сейчас затестить как он работает и так вот он подключен к сети это получается как они там пишут ночник вот нажимаем лампочка загорелась вот включаем ночник вот эта вот штука типа крон в кружочке два таких треугольника это ночник вот он и клавиши 0 выключаем потом первая скорость надо дойти это сейчас сдует нас или нет сбоку толс она крутится потому что включена вот эта штука мы выценим и он останавливается если нажать он начнет крутиться ну то есть нажимаешь эту штуку он крутится туда-сюда но она получается ты нажимаешь она туда влазит ли он крутится так вот туда-сюда вытягиваешь и он перестает крутить вот это первая скорость потом старая у нас есть скорость не это уже третья вот вторая скорость что можно улетела со столика и третья и ком то есть клавиши 123 включаем 0 выключаю начинка 10 все сразу выключается ну вот она первая скорость ну вот работает то есть собранный театр две палочки сложили друг на друга потом прикрутили к этим двум палочкам ну то есть на эту палочку вот это положили вот эту штуку к ним прикрутили надели наверх пластмасску потом скрутили вот вот эту да скрутили эту штуку отели пластмасску закрутили обратно дели управляющую часть наверх зажали винтом вон он винт затем скрутили отсюда все гайки 1 вот это вот крайняя крутится раскручивается в обратную сторону не они в привычную дели вот эту штуку закрутили лопасть одели закрутили эту штуку одели болтиком зажали вот как раз таки сверху по центру находится вот сверху по центру зажали по кругу вот эти вот штучки ну и в принципе все он собран а еще добавили ножки все собран и здесь на что как я уже сказал для красоты не хватает вот этой вот штуки я могу то найти болтики как бы закрутить их на нее не будет держаться ну то есть вот он просто будет здесь стоять как вашу поддержался еще нужно какая-то какая-то то ли шайбочка что такое что будет больше чем вот эта штука болтик будет прикручивать и держать эту шайбочку она будет больше чем тут штука не сможет выйти по идее это все должен быть в комплекте и три болтика и 3 шайбочки чтобы ты мог одеть ну здесь же видно вот это вот гайка вот это все чтоб не было это видно ты девашу так и закручиваешь и она держится а у меня все в комплекте было ну вот оно что я же достал и может быть там что-то осталось но по-моему ничего там не осталось ну пустая коробка стая коробка ничего мне нету все что из него вышло это пакет в котором лежал сам сами железной сетки потом палочка лежала в одном из них здесь управляющая часть лежала а нет вот здесь управляющая часть лежала здесь нижней этой палочки здесь верхняя палочка на средняя палочка вот это вот этим было зажата сетки а вот этим провод был зажат здесь были а ножки там были стоп а вот здесь были ножки вот ножки были здесь а здесь еще какой-то пакетик а вот оно все вот все я нашел а то он то просто так лежит среди пакетов он такой весь и не видно его да вот оно все в комплекте я затупил как обычно тогда это получается это сейчас надо снять вот эту штуку прикрутить вот эту штуку снова и снова одеть как бы тогда будет красиво и как надо так вот это все о чем я говорил шайбочки болтики вот оно все и как раз таки она вот так вот закручивается как то есть сюда ставится и был и выше шайбочки болтиком держится но это все надо разбирать и все это закреплять даже не разбирать полностью только лишь так вот еще да вот одеть сейчас мы оденем и закрутим таким вот образом он одевается под сетку вставляется шайбочка надевается и сейчас болтиком закрутим ну вот так это должно выглядеть правда вот это вот я ровненько поставил закрутил она хорошо держит это ровненько пошла и в общем там треснула 12 держалка и теперь вообще не держит ну то есть надо обязательно ровно ставить то, что я поставил, не посмотрел, что на стола. Ну, здесь и посмотрел ровно, здесь посмотрел ровно, а здесь он как-то я уже под наклоном, ну, то есть я как-то не... Если я сбоку смотрю, так вот, и здесь так вот смотрел, ну, то есть видел. А здесь не видел, начал крутить, оно тресть только и поломало, блин. Ну, ладно, как бы, вроде держится. Вот, сейчас соберем обратно. Блин, ну, в общем, я, короче, короче, надо перевесить, просто там снизу, ну, просто неудобно так было. Я потом перевешу. Ну, в общем, суть в том, что вот все, он уже собран полностью. Вот они ножки, ну, то есть перекрестия собраны, ножки вставлены. Сюда прикручена палочка, закрыта крышкой. Вот она прикручена, закрыта. Присоединен вот этот вот управляющий блок прикручен. Сетка собрана. С лопастью внутри прикручена. Вот эта штука только, она должна быть ну, ну, так вот ровненько, как бы. Все, готов. Такой вот вентилятор. Понадобились, правда, отверточки, как бы. А, и здесь еще, кстати, лишний был, один был. Как я и говорил, нужна шайбочка и болтик, как бы. Винтик, как бы, или как они там, правильно, саморезик, как он там. Вот, и это все есть, как бы, да, и даже не три штуки, а четыре на тот случай, если вдруг один там поломается, потеряется. Хотя тут скорее пластмасска поломается. На тот случай, если потеряется. Вот один есть лишний, как бы, запасной. Вот. Так, вот она вся. Вся эта штука собрана. Сам вентилятор, коробка в которой она все лежала. И сам вентилятор, вот он. И работает все проверено, как бы. Вот даже можно еще раз запустить. Ну, вот оно, как бы. Нажимаем первую скорость. Пошло крутиться. Все, все движется. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok